Ребята, доброе утро! Сегодня у нас... Так, сегодня 11-й, что ли? 12-й. Вон, 12-й сегодня. Видос выйдет, наверное, поздно, скорее всего. На пару деньков, наверное, я так думаю. Вчера мы... Ну, за вчерашний ремонт, я говорю, вчера мы поменяли вроде бы, как бы, сковорня, там что-то еще. Душитель делали. А там, по-моему, даже бумага где-то осталась. Дорога здесь не разимается. Будешь потихонечку смотреть. А, вчера какую-то работу мы сделали по машине. Так, мы пробежали сколько, грубо говоря, мы пробежали 40 тысяч. Ну, я имею в виду, после того, как был приобретен этот автомобиль, мы прошли 40 тысяч. Как раз-таки. Поставил он у меня и был, но я его хочу пониже, потому что у меня видно уклон, что ли, высокий, или что ли. Короче, шум какой-то идет в накат когда. Ну, может, даже замечали на видео, это и есть. Потом, что мы... А, ну, втулок на амортизаторах там идем, да. Замена распредвала, мы 46 распредвал поставили. Ну, вот. Тормозные диски поменяли обои, так как у меня, это, направляющая заклинило. Правый диск я запорол. Потом покажу вам, как он выглядит. Ну, в принципе, может, там и я показывал. Короче, его весь схавал он. Там, ну, плюс, у меня еще накладка, что ли, то ли отвалилась, то ли что. Ну, ну, не суть, короче, как бы. Все равно все под ремонт. Ну, и все, в принципе, что. Траверсы, а, шкварня сделали. С обоих сторон шкварня. Траверсы, тормозные диски обои поменяли. Проверили ступичные подшипники после того, как я менял это, когда приобретал машину. То есть я их менял обои. Вот. Получается, что я их... Они нормально. 40 тысяч вот прибежали. Еще тут, фу, пока. В АПСЕРЬ посмотрели, сказали, у тебя нормально. Подшипники. Дозавили их, все проверили. Новые диски поставили. Новые накладки поставил. Вот оттого у меня обошлось 4 800. За все, то есть всю работу проделал. Это за работу только. За запчасти. Если я не ошибаюсь. Примерно даже на скидку, по-моему, на тысячу подороже. Где-то, наверное, на пятак, наверное, запчастей вышло. Дороги у нас убитые, блядь. Вообще нам... Эти конченые дорожники вообще не хотят ничего делать нам. Монтаж, ребята, слов нет, блядь. Офигеть, блядь. Просто, блядь. Все хуже и хуже, блядь. С каждым годом все. Клещи и клещи бывают. Вот металл-база, куда нам потом надо будет доехать. Я буду делать этот... Сзади, как он называется-то, блядь. Блядь, ты фиг выговоришь, короче, блядь. Ну, короче, чтобы в кузов залазить, на этот ступай. Как он там называется, я не знаю, блядь. Сейчас эти научные речи, блядь. Типа бампер, как он там, не бампер, но бампер, блядь. А может и бампер. Блядь. Ладно, короче, заморачивайся, не будем нам. Мозги напрягать нам. Будем делать, короче, как на фуре. Тупа будет, это, пресс и сильно уклон будет. Допустим, вот как бывал у меня такой, я там за басками шкрябал, да, там это. А это он будет кверху подниматься. Как бы пока так планируем. Не знаю, что получится. Ну, получится-то получится однозначно. Просто надо все четко сделать. Вот такие вот дела. Едем на ту сторону, в банк. У меня же карту заблокировали. Вот как в прошлый раз я в Казани-то рассказывал, там, а он что-то меняется. Вот. Едем размораживать там. Карту с деньгами. Вот такие дела. Ну и сейчас на прямой дороге увидим, посмотрим, что как ведет вся машина. Вот они что, все разошлись. Да. Ну, как бы не сказать, слишком какой-то такой отличный. Прямо есть чуть-чуть снизу, да, полуше берет надо. Но не сказать уж прям. Незаметно так. Начина пятая иду. Газу придаешь. Носечка, кстати, идет. Сразу чуть-чуть придал. Пошла слава. Пускай ветер встречный. Центр горда у нас. Центр горда у нас. Хилтон. Гостиница. Хилтон. Хилтон. А банк, банк, по-моему, стоит в самом низу, как я понял. Так что через весь центр сейчас проедем. Парк тоже, такой небольшой, закрыли что-то его. Продолжение следует... Обелиск, за ним Волга. Такой вот центр. Улица у нас, по-моему, это Гончароушен. Парк. Гончароушен, да, Гончароушен. А вот тут, где-то справа у нас должен быть парк. Гончароушен. Пойдем, поищем, где здесь этот банк стоит. Я правда не знаю, если честно. Ребят, что-то оттуда банк переехал 6 дней назад. Вот сейчас едем опять в центр, только туда, ближе к центру уже. Так что они там освоились. Железки надеты купить, что не забыть. Поверните налево. Поверните налево. Через 500 метров поверните направо. По двору. Так, направо. Где направо? Так, это мы часы проезжаем. Получается, на бебели что-то. Так, у нас здесь бебели. После бебели направо. Так, вот это бебели. Поверните налево. А вот сюда во двор. А, вон куда они въехали. Внутрь. Ладно, вот здесь сейчас встанем тогда. Внутрь. Короче, ребята, оказывается вот с этой стороны. А с кем вообще вот этот контакт меня поддерживать? Вам позвонят. Не, надо ни с кем поддерживать. А, то есть они позвонят. Не, но если вдруг это будет месяц продолжать или два. Не будет месяц продолжать. Семь дней будут рассмотреть. Опыт раньше, но позже. Я сейчас отсканирую, отправлю. Мне придет письмо, на котором будет написано, что согласованно. Перевод там разрешаем до такого-то числа, например, или после такого числа. Все. Я тогда вам звоню. Вы приходите до офис-банка. Мы с вами делаем перевод. То есть я делаю программу перевод. Вы просто расписываете заявление и отправим деньги на сбербанковскую карту вашу. Но они там в течение дня приходят уже. А вы сами не можете переводить? У нас же заявление расписались. Я же не мог за вас записать. А кто-то за меня может расписаться? Кто-то не может кроме вас. Блин, у меня еще неделю. А если я в рейсе буду, то я через месяц могу приехать? То есть я в рейсе? Только здесь. Посмотрим так. Не будут печататься просто и все заявление. Ну то есть вы мне позвоните сначала? Да я вам. А там уже верно. Ну то есть все что ли вам будет? Все, можете. Да. А вы за кем? Вот такие вот дела. Промсвязь банка. Это ПСБ. Блин. Деньги не отдали. Сказали. Заблокировали. Два варианта. Либо собирать бумаг. Кучу. Вообще там. Короче. Я не знаю. Сейчас зоопарк полный. Блин. Либо вариант. Короче закрыть карту. И через 7 дней они переведут на другой лицевой счет. Там минус проценты. Якобы там что-то около 300 рублей что ли она сказала. Ну а дарить им тоже вроде деньги небольшие. Блин. 11 тысяч. Ну как небольшие? Наша ситуация сейчас жопа. Нормальные деньги прожить можно пару-тройку дней. Так что такие вот дела ребята. Вот тебе промсвязь банка. Ну ты связывайся с ним дай. Все по полной. Кофеечек зайти взять что ли? А кофе кто продает? Нету кофе у вас? Есть. Есть. А че почем? Ребята американу взял. 45 рублей на. Даже по моему получше чем на заправке. Блять. Прям такой ядрененький. Вот такие дела бля. Вот неделю. Так кстати я сейчас договорился на осмотр в ГАИ. Походу ребята все сейчас пойдет нормально. Сейчас я позвонил в ГАИ там. Девушка сняла трубку короче. Я сказал через госуслуги записаться не могу. Программа сбивается. Короче меня на 11 часов на осмотр автомобиля. Сейчас мы быстренько осмотр сделаем. Там без проблем это все пройдет я думаю. Ну и короче в три часа мне уже документы получать. Новые. Ништячки да? Вот так вот. Но пока все зайчиков подстрелить на. И дела. Ладно где у нас мустанг стоит на. Вон. Кавказское кафе бля. Клениться на. Машину еще помыть надо сейчас обязательно. Машину. Горячая собака. Ладно сейчас трубим. Едем в областной ГАИ. Будем наносить изменения. Если получится. Ну вроде сказали как бы получится вроде бы. Посмотрим сейчас. Так как нам лучше проехать то. По московскому шоссе можно. Заодно можно в магазин заехать. По газелям царю. Узнать по чем радиатор там. Ну я вчера позвонил в один магазин. Мне сказали двухрядный 7200. А 7300. Оренбург. Вот. А трехрадный 7800. Офигеть ценник. Представляете ребята. Радиатор бля. Алюминиевый 2 рубля оно. Ну там 2200 что ли по моему. Чего то. А еще какой то турецкий. Ну турецкий там вообще говно. Не советую его ставить. Многие уже обожглись на этих радиаторах. Там сито тонкие. При какой нибудь нормальной кочке. Они короче просаживаются сито бля. И у вас начинает радиатор течь короче. Советую лучше переплатить нам. Ну взять Оренбург блин. А то многие берут блин. Я смотрю все равно стоит. А потом через два месяца говорит. Ёлки наевки я выкинул 4000 на турецкий радиатор блин. Вот такая дребедель. Вот такая дребедель. Вот автозавод у нас справа. Автозавод у вас. Здесь кстати у них при них где то салон даже есть. Как-то разок я заезжал. Сквайски там стоят. А ну вот он салон. Взлет, взлет. Вот здесь мегастрой появился тоже. Раньше его не было. Не знаю может автозавод как-то территорию отдал или что ли фигу. Что-то там пустырь какой-то стал вообще. Не обращал внимания. Да нет. Вот там есть вот завод. Часть завода. Здесь вот у нас кукурузник какой-то. Не знаю тоже недавно прилетел. Старый кинотеатр. Раньше он был такой вообще. Вот его обновили тоже. Но здесь дома старые стоят. Вот мост у нас отремонтировали наконец-таки. Здесь у нас сорок. Ограничения. Вон у нас магазин. Там вдалеке царь. Газовский. Ну там так. Нормальный всякий причиндальчик. Можно так. Практически все есть. Газодетали бля. Нормальные царь. Ватя и бля. Играет музыка Ну тоже здесь в принципе нежилой комплекс Как типа тоже промзона Что я бы вот так сказал Вот это вот идет Здесь обычные пробки Вот дороги БДД направо По улице Ефремово И нет у нас Остановка промышленная Сейчас заедем на осмотр На осмотр сейчас я думаю все посмотрит Надеюсь что все нормально будет Играет музыка Так у нас осмотр Ну давай друг Если вдруг Скажет друг Вот у нас здесь площадка Площадка За командик спрячемся Опять у меня газель длиннее чем камаз Забор аж втюхался Капут открыть Нужно что-то лобовой накраняк прикрыт Мне надо вперед еще дать Там гаишник не пройдет Ни фига Вот и все ребят Приехали Короче ребята Обломались мы Приехали А там она в госуслугах Лазит Лазит Зайти не может Короче в госуслуги Все там заблокировано Видно народу Тьма тьмущая В этих госуслугах Лазит Короче блин Нам надо вечером Сейчас будет вечером Как-то Законить госуслуги Занимать Очередь По-другому никак Ну ладно Хоть прокатились Ладненько Домой едем Опа Фермер нырнул Сюда грузовым Нельзя И я тоже нырнул Не знаю Че куда он Включим фар Альминь Адеть Хотя там В принципе Это Ничего не поможет Сюда грузовые Не пропускают Поставим в мосту Ну просто блин Через новый мост Ехать сейчас Время очень много Потеряем А здесь попробуем Проскочить Может блин Хер его знает Сзади газон Он идет Кстати тоже Не знаю Че там Сейчас вас как Все подчикают Только на Не ну там Есть один вертун Конечно Можно без проблем Уйти Но придется Назад разворачиваться Вот Как-то так 16 регион Решил срезать путь Договорился Сейчас Сейчас нас Соответственно Если гайцы Стоят Остановят Если нет То мы Проскакиваем По старому По мосту Нам повезло Походу Нормалек Срезали вообще Нормально Прям Комператорскому Там у нас Речпорт Здесь у нас Это Тут у нас Калиброкрушение Был Кораболекрушение Вот Как бы Вон крест Стоит Видите У нас тут Тогда Палубу Снесло Там Или Две Палубы Вот Такие Вот Пироги Вот У нас Палубу Какую-то Нашли Где-то Я не знаю На металлобазе Наверное Где-то Продвигаем Шоферов Всех поколений Место Пустовало Просто Решили Чем-то Заделать Нам Вот На авторазморе Где-то Купили Подшаманили Такие Вот Появляются Памятники Вот Нижняя терраса Майская гора Нижняя терраса Нижняя терраса Продвигают Какой-то run Рассей Появляются Продолжение следует... 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 Продолжение следует...